Сегодня стало известно о новых преступлениях в Сирии боевиков из террористической группировки Исламское государство, запрещенной в России. Они устроили массовую казнь мирных жителей и взорвали триумфальную арку в Пальмире, входящую в сокровищницу ЮНЕСКО. Это очередная потеря для всей мировой культуры. Но под ударами российской авиации уже тысячи бандитов оставили свои позиции и покидают захваченные города. В Минобороны еще раз подчеркнули, точечно поражаются только военные цели. Уничтожены командный пункт, узел связи, лагерь подготовки террористов, склады боеприпасов. Объекты выбираются на основе серьезного сбора данных, включая воздушную разведку. И вот кадры из зоны операции, которые предоставила Минобороны России. Уникальные кадры с камеры установлены на борту бомбардировщика. После взлета с авиабазы вблизи Латакии самолет выходит в заданный квадрат и сбрасывает бомбы по 250 килограммов каждая на базу боевиков. Высота около 5000 метров. Выполнив задание, пилот делает разворот и самолет ложится на обратный курс. В течение дня российские бомбардировщики совершили 15 боевых вылетов. Уничтожено 10 объектов террористов. В результате прямых попаданий разрушены строения, в которых укрывались полевые командиры террористической группировки ИГИЛ. На востоке и провинции Хомс, недалеко от города Тадмор, боевая пара штурмовиков Су-25М, а также бомбардировщики Су-24 нанесли удары по двум районам состретачения техники группировки ИГИЛ. Всего уничтожено около 20 единиц средних танков Т-55, захваченных боевиками ранее у сирийской армии. На первый взгляд это просто лес, но в инфракрасном излучении видны светлые пятна. Их много. После тщательного изучения аналитики делают вывод. В лесу военная техника. Данная группировка техники замаскирована, была вскрыта воздушной разведкой, получено подтверждение по другим каналам и самолетами Су-25 был нанесен удар по уничтожению данной техники. Замаскированная в горной местности выявится нанесение удара непосредственно в цель. В результате полностью вся техника была уничтожена, включая бронирование. Все цели многократно перепроверяются. Информация из разных источников. Военные эксперты утверждают, у российских военных есть все возможности, чтобы действовать точечно и эффективно. Методы ведения разведки позволяют рассекретить даже тщательно замаскированные объекты и при этом избежать ошибок при нанесении. Не снимки только из космоса, не снимки только из самолетов и беспилотников. Это еще агентурная разведка, это еще техническая разведка, это оптическая разведка, это радиотехническая разведка. То есть несколько компонентов сходятся в одном. Есть подтверждение, что это склад боеприпасами, это скопление боевой техники, это тот район, где находится штаб боевиков, это тот район, где находится тренировочный лагерь боевиков и так далее. И только тогда, когда есть два или три, как минимум три подтверждения, только тогда наносится удар. Замаскированные склады, командные пункты, в глубоких подвалах, узлы связи – это главные цели авиаударов для каждой конкретное оружие, в том числе и самое современное, высокоточное. Управляемая ракета с лазерной головкой самонаведения. Вот сейчас она закрыта красным защитным колпаком. Военные разрешили нам его снять, чтобы показать, как все это выглядит. Вес боеголовки 500 килограммов, дальность поражения такой ракеты 9 километров. Вот здесь в самолете находится лазерный прицел. Летчик подсвечивает цель лазерным лучом, и ракета следует точно по нему. Причем, какие бы маневры ни совершал самолет, направление луча остается неизменным. Погрешность при поражении цели такой ракеты не более двух метров. Разбег, отрывок полосы и бомбардировщики поднимаются в небо. Полеты круглосуточно, сразу после приземления техники начинают готовить самолет к новому заданию. Экипаж 124 готовится к вылету. У самолета их встречает техник, он докладывает о готовности всех систем, а затем пилоты сами обходят вокруг самолета и пробуют, дотрагиваются до обшивки руками. Это похоже на какой-то ритуал, но на самом деле задача очень простая. Если небольшая даже какая-то заклепка немного отошла от корпуса, то глаз этого может не заметить. А вот руки почувствуют наверняка. Судя по сводкам, российская авиация работает эффективно, и это подтверждает сирийская сторона. Между тем, готовясь к отступлению, боевики спешат уничтожить сохранившиеся памятники. Сегодня ночью они взорвали античную триумфальную арку в Пальмире. Очевидцы говорят, боевики заложили большое количество взрывчатки. Власти Сирии надеются спасти остатки культурного наследия, если армия ускорит наступление. Тем временем приходят новые сообщения о зверствах исламистов. Накануне поздно вечером боевики казнили около 70 человек из сунитского племени в провинции Анбар на западе Ирака. Агентство Синьхуа сообщает об этом со ссылкой на местные СМИ. Убиты мирные люди, чьи родственники воюют в национальной армии, которая противостоит исламистам. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Сойдов, Дмитрий Синицын, Первый канал, Сирия.